Саратов, проспект Кирова. На протяжении нескольких лет здесь функционирует торговый комплекс «Манеж». Снести его суд постановил еще в 2011 году. Однако за эти годы ни одной уполномоченной на это службой не предпринималось никаких действий для остановки его эксплуатации. О развитии событий и можно ли добиться правды в этом городе, мы расскажем вам в специальном расследовании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 марта 2015 года. Казань. Горит торговый центр «Адмирал». К ликвидации последствий происшествия было привлечено 305 человек и 76 единиц техники, пожарный поезд и три вертолета Ми-8. В результате пожара погибли 17 человек. Более 50 получили ожоги и травмы. Позже эксперты вынесут свой приговор. «Адмирал» был опречен, ведь возводили его, нарушив все возможные правила техники безопасности, вопреки законам. Здание «Адмирала» было реконструировано из производственных помещений бывшего завода «Серп и молот» в 2013 году. В частности, к нему были надстроены металлические конструкции, но при этом объект был зарегистрирован не как торговые ряды, а как нежилое помещение. Привлечены к разным формам ответственности, те, кто подписывал акты, приемки и так далее, Ну и дело в чем, что акты приемки, там были подписаны, здание было в одном состоянии, а потом выяснилось, что уже после приемки там что-то надстраивалось. И пожар как раз в этих пристроенных помещениях приключился. Правила безопасности были нарушены как со стороны бизнеса, так и со стороны контролирующих органов, значит, попустительства и так далее. Эта трагедия вскрыла всю цепочку равнодушия, халатного отношения к своей работе и наплевательского к жизни людей. Рынок работал под носом у всех контролирующих органов, а люди, находящиеся в нем, ежедневно рисковали жизнью. Саратов. Год 2015. Архитекторы, общественники, рядовые граждане взывают к совести собственника торгового центра «Манеж». Но предприниматель Виктор Бахоцкий надежно защищен все тем же плотным кольцом из цепочки равнодушия и халатного отношения контролирующих органов. Ему так же, как и в Казани, разрешают все. Построить торговый центр на месте памятника архитектуры, пристроить к нему новый корпус и даже многоуровневую парковку. В какой момент это здание рухнет, и когда это может произойти в любую секунду, я считаю, это, конечно, со стороны тех лиц, которые подобного рода здания выстраивают в центре города, это приступники. Поскольку неужели на секунду надо представить, что это здание сейчас вот оно рухнуло. Такой центр «Манеж» открылся в Саратове в 2001 году на главной пешеходной улице города. Современный «Манеж» вырос из двух зданий. Справа было двухэтажное здание печати Яковлева, а слева – жилой дом Петра Григорьевича Бестужева. Торговый центр на проспекте Кирова стал популярен. Вместе с посетителями в карман владельца торгового центра Виктора Боходского потекли деньги, но их бизнесмену было мало. И поэтому он решает увеличить площадь торгового центра. Расширяется «Манеж» без экспертиз и проектов. Лишь на одном желании Боходского – заработать как можно больше денег. А поэтому в 2010 году он возводит новый корпус торгового центра шестиэтажное здание. Вот тут возникает первый вопрос. Их в нашем фильме будет еще много. Куда смотрели контролирующие органы? Почему не остановили стройку, когда рядом с памятниками архитектуры стали вбивать первые сваи под фундамент? Можно воспринимать это, конечно, как шутку, но нас заставляют жить за решетками. Пылесосы стоят, и все нормально. То есть функционирующая подсобка в соседнем здании. Это судебные приставы, кстати, не замечают, что здание функционирует. Предприниматель Александр Благодаров, владелец отеля на проспекте Кирова, 25. Говорит, соседство с Манежем – худшее из того, что даже врагу не пожелаешь. Новый корпус торгового центра не только перекрыл солнечный свет всем соседним домам и постройкам, но и привел к их разрушению. Вот так выглядят квартиры семьи Митиных. Стены окутаны паутиной из трещин. Могли привести к таким последствиям возведенные пять лет назад корпус торгового центра? Спрашиваем у архитектора. В каждой работе на таком объекте должно предшествовать техническое заключение на памятник архитектуры, рядом с которым ведется работа, или на сам памятник архитектуры, на котором ведется работа. Если проводятся работы, всегда при этом присутствует проектировщик. Лицензированный проектировщик, имеющий право работать на объектах культурного наследия. Он должен вести авторский надзор и должен смотреть, соблюдается ли в натуре выполнение той документации, которая была разработана и утверждена. Они должны предупредить, чтобы что-то случилось. Они должны делать предписания, они должны останавливать стройку, понимаете? В их воле обращаться в прокуратуру, в соответствующие правоохранительные органы, чтобы не довести вот до беды. Может все привести к обрушению. Сидеть сложа руки жители не стали. Подали иск в суд. И доказали, именно по вине этого здания они могут быть погребены под руинами своих квартир. Трагедия может произойти с многочисленными посетителями кафе и магазинов. А ведь их на проспекте Кирова, рядом с торговым центром, немало. И, казалось бы, справедливость восторжествовала. В 2011 году суд выносит решение. Новый корпус торгового центра снести. И вот он, следующий вопрос. Почему пристройка до сих пор функционирует? Ведь прошло пять лет с момента решения служителей Фемиды. Разве этого недостаточно судебным приставам, чтобы приступить к своим прямым обязанностям и исполнить решение о сносе? В 2011 году сразу же приступили к исполнению этого судебного решения. Но тогда же, буквально через пару месяцев, была сделана экспертиза, которая говорила о невозможности сноса этого здания без ущерба для соседних зданий. На сегодняшний момент подготовлен уже другой проект, который предусматривает техническую возможность осуществления этого судебного решения. Стоп! А ведь мало того, что новый корпус выстроили без разрешения и проектов. В том же, 2010 году, Виктор Боходский затеял еще одну грандиозную стройку – многоуровневую парковку. А где же экспертизы и доказательства, что от такого соседства завтра не рухнут купеческие дома? Не просто дома, а памятники архитектуры. Тяжба по проспекту Кирова 25-27 идет уже с 2007 года, когда только еще была определена проектно-смертная документация по возведению этой стоянки. Конечно, все было нарушено до нельзя, как говорится. Сначала она была трехэтажная, потом возведена семиэтажная. И во время ремонта, капитального ремонта и манежа, когда большое количество было снесено конструкций внутренних помещений, и строительство этой стоянки, безусловно, наносит ущерб памятнику. Возвращаемся к решению суда 2011 года. Он постановил, вместе с новым корпусом торгового центра сносу подлежит и многоуровневая парковка, возведенная руками Виктора Боходского. Стоит ли говорить, что и тут у судебных приставов даже мысли не было исполнить решение суда? Складывается ощущение, что закон не на стороне тех, кто опасается за свои жизни, а одного человека, которому откровенно наплевать на опасения. О том, что на проспекте Кирова 27 Боходский – бог и царь, по крайней мере, таким он себя возомнил, говорит и вот это его высказывание. Боходский не скрывает, у него есть разрешение на строительство парковки под 16 машин и мест. А мысль – возвести ее как можно выше – возникла после поездки за границу. Что касается самой парковки, то изначально разрешение у нас было. Но после очередной поездки в Италию в 2009, где на каждом шагу подобные многоуровневые паркинги, я сгорелся увеличить этажность парковки Манежа до пяти этажей вне рамок разрешения. На что рассчитывал бизнесмен – возвести строение, а потом узаконить? А разве так можно? И может ли это сделать простой смертный, без нужных людей в контролирующих органах и надзорных ведомствах, которые могут закрыть глаза на нарушения в любой момент, которым для затягивания дела и неисполнения решения суда достаточно лишь экспертизы, согласно которой снести незаконные постройки нельзя, не повредив соседние строения. В дело отсутствует проект сноса, а напомню, что 12-й арбитражный апелляционный суд указал, что снести можно только при наличии указанного проекта, а проекта нет. Абокотский пытался его изготовить, получил заключение о том, что его изготовить нельзя. И на основании этого, соответственно, сделал вывод о том, что исполнение указанного судебного акта в настоящий момент не только затруднительно, но и невозможно. Многочисленные судебные заседания, в ходе которых оспаривается решение Фрудзенского суда 2011 года, ничто иное, как затягивание дела. Ведь пока идут суды, бизнесмен продолжает получать выгоду, львиную долю от которой занимает прибыль, приносимая незаконно возведенными строениями. Здесь обрушилась ненесущая стена, стена, идущая в вход в подвал. Андрей Васин – предприниматель. Его офис уже много лет расположен на улице Держинского, в здании развлекательного комплекса «Бульвар». В день, когда обрушился тротуар у входа в подвал, сам лично вызывал сотрудников МЧС. Ведь к чему может привести обрушение впоследствии, одному богу известно. А вот то, что трагедия рано или поздно может произойти, в этом Андрей не сомневается. Обрушение могло произойти по вине стройки, которая ведет по этому смещению земли. Из-за этого, наверное, произошло разрушение. Куда только не обращались с жалобами жильцы домов с проспекта Кирова. Глухо. Молчит полиция. МЧС. Прокуратура. После многочисленных обращений в надзорное ведомство, наши съемочные группы отвечают во Фрунзенском отделе прокуратуры. Говорят, после трагедии в Казани проверили все торговые комплексы и в Манеже выявили массу нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проверки в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях. Эти нарушения просто необходимо устранять, потому что в дальнейшем, не дай бог привести на наколение, чрезвычайные ситуации либо пожара могут, я думаю, очень серьезно повлиять на эвакуацию людей и последствия именно этого чрезвычайной ситуации либо пожара. Этот ответ лишь доказывает, о нарушениях в торговом комплексе знают все. Материалы проверок направлены в МЧС и суд. Администрация Манежа отделалась смешными штрафами, при том, что под угрозой человеческие жизни. Однако замалчивают надзорные ведомства о главном. Они проверяют лишь те квадратные метры, которые сданы в эксплуатацию. На бумаге это 5000 квадратных метров. Арендаторам сданы 20 тысяч квадратных метров. Снаружи это и правда стройка. А вот внутри ходят люди, работают эскалаторы. Однако, ссылаясь на закон, в надзорных ведомствах утверждают, контролировать стройку они не имеют права. Открыть глаза на происходящее мы пытались каждый день на протяжении двух месяцев. Задавали вопросы и не получали на них ответов. Министр культуры, говоривший ранее, что в курсе всей ситуации, неожиданно заявила следующее. Управление по охране культурного наследия находилось в ведении Министерства культуры только на протяжении последних полутора лет. То, что касается Манежи, это все 2006-2009 год. Это все дальние истории. И Министерство культуры к этому совершенно не имеет никакого отношения. Мы ведем надзорные функции, осуществляем. И все это уже ведется на протяжении последних пяти лет. Разбирательство в судах. И суд решает, что делать с этим дальше. Мы вмешиваем, мы работаем, мы также в судебных заседаниях принимаем участие. Но есть в суде, и мы уже не можем никаким образом повредить на решение нашего суда. Уважаемая Светлана Владимировна, зачем же так нервничать? Мы ведь пытаемся помочь вашему беспомощному ведомству отстоять памятники культуры. Если вы не в курсе, рассказываем. Суд вновь постановил снести незаконную постройку. И случилось это в апреле 2015 года. Решение Федерального арбитражного суда Павловского округа возвращает нас к суду 2011 года, где было сказано, парковку снести, строительство не продолжать. Более осведомленным оказался в этом вопросе прокурор области. Правда, и он ответ предоставляет лишь на пресс-конференции, где от назойливых журналистов уже не скрыться. Спасибо. Спасибо за вопрос. Этот вопрос, он действительно, так сказать, затянулся. Движение вперед в этом деле есть. Но оно, я еще раз подчеркиваю, к сожалению, таким образом затягивается, потому что та или иная сторона обжалует принятые решения. Мы на это повлиять никоим образом не можем. Но всю ситуацию, которая, так сказать, вокруг этого дома, вокруг этой парковки, мы отслеживаем и принимаем в силу своих полномочий мер. После личного вмешательства прокурора Саратовской области Владимира Степанова в ситуацию, дело сдвинулось с мертвой точки. По решению Казанского суда приставы стали искать подрядчика, чтобы он смог приступить к работам по сносу. Но вот что сделал в этом направлении прокурор Тимур Маслов, в ветине которого как раз и находится контроль по административным нарушениям. Ничего! Молчит прокуратура города. Он подъявляет снесущая колонна, вот эта несущая колонна, в которой держат шесть этажей. Как она исполнится? Обратите внимание. Возможно, это одно из незначительных нарушений. Что же увидят строители, если начнут работу? После проведенного конкурса приставы находят строителей, готовых снести незаконное строение. Причем финансовые затраты на работу по сносу парковки берет на себя не ответчик, а истец. Строительная организация сразу видит нарушения и уверяет, что снести стройку – вопрос нескольких месяцев. Демонтаж, значит, на полубовке и колонны. Порядка 100-1800 кубов. Все это, значит, по срокам рассчитано на 8 месяцев. Но теперь настолько надо допустить на монтажное поле работать. Но побывать на месте предполагаемых работ строителям удается лишь в первый день, когда за всем происходящим следит судебный пристав. Строители оценивают фронт работ, тут же при визуальном осмотре выносят вередикт. Манеж не сегодня, так завтра может рухнуть. Но уже на следующий день представители торгового центра решают – баррикады – лучший помощник в случае, даже когда проиграны суды. Путь к месту демонтажа преграждают сотрудники ГБР. А спустя несколько минут входную дверь уже украшает табличка «Закрыта». И это в разгар рабочего дня всех магазинов. Покупателей, оказавшихся внутри, сотрудники Манежа выпускают по нескольку человек. А вот зайти посетителям центра внутрь не удается. Пятый день подряд в центре Саратова не могут притворить в жизнь решение суда и снести незаконно возведенную автомобильную парковку. Речь идет о строении у торгового центра «Манеж», чье строительство велось с такими же нарушениями, как и торговый комплекс «Адмирал» в Казани, похоронивший под своими сгоревшими руинами ни в чем не повинных людей. В Саратове пока пострадали только соседние дома. Памятники архитектуры покрылись трещинами, разрушаются стены. Причина в нарушении технологий строительства. Подробности конфликта у нашей съемочной группы. Подробности этого конфликта, как сводки с фронта. Конфликт обсуждает весь Саратов. В СМИ появилась масса публикаций и репортажей. Горожане тоже не остались равнодушны. Конфликт разбирают в социальных сетях и на форумах. «Дмитрий, а потом, когда эта парковка, построенная незаконно, рухнет, вы же первые будете кричать, куда власти смотрели. Знаем, проходили». Правоохранительные органы, прокуратура и полиция вновь выступают как сторонние наблюдатели. А судебные приставы, как и в далеком 2011 году, вновь исчезают. Мол, мы нарисовались, а дальше будь что будет. Ну а что же будет дальше, спросите вы. Отвечаем. Ничего, пока коррупция правит миром. И нас, обычных граждан, эта ситуация вполне устраивает. Здесь, сплошь и рядом, прослеживается коррупционная составляющая. Не проведено ни одного действия со стороны надзорных органов, которые могли бы привести к прояснению обстоятельств. Существование такого фантома в виде 20 тысяч метров квадратных, из которых 5 тысяч метров законно, и называется манеж. А все остальное, 15 тысяч, как будто существовали всегда. Три четких пункта, которые нарушает бизнесмен Боходский, управляя бизнесом теми способами, которыми он это делает. Это разрушение памятника, архитектура, невыполнение решения суда, ссылаясь на какие-то обстоятельства. И незаконное предпринимательство, подвергающее жизни людей в опасности, когда эксплуатировали незаконно построенные здания, невведенные в эксплуатацию, которые по документам числятся как незаконная стройка, эксплуатируются как торговый центр. Вот это выпиющее безобразие, и с этим мириться нельзя. В первый день нашего визита в торговый центр судебные приставы заверили, ничто и никто не может остановить строителей исполнить решение суда и снести самовольную постройку. Фальш, заложенная в уста одного человека, лишь ответ всей системы, всей коррупционной паутины, сплетенной одним пауком. И оказалось, что добраться до верхушки айсберга – задача не из простых. Наша съемочная группа провела собственное расследование. Обещаем и в дальнейшем следить за развитием ситуации и просим надзорные ведомства, в частности, прокурора Саратовской области, Владимира Николаевича Степанова, городскую прокуратуру в лице Воликова Владимира Алексеевича, Маслова Тимура Валерьевича, заместителя прокурора области, в чьем непосредственном ведении находятся такого рода вопросы. Качева Игоря Николаевича, начальника МЧС Саратовской области, министра строительства и ЖКХ Саратовской области, Тепина Дмитрия Валентиновича, министра культуры Краснощокову Светлану Владимировну, Ростехнадзор во главе с Синицыным Владимиром Петровичем, а также Никитина Николая Владимировича, руководителя Следственного комитета и службу судебных приставов во главе с Ткаченко Олегом Владимировичем. Не оставаться в стороне от проблемы, ведь от нашего с вами участия зависит жизнь и здоровье саратовцев. Не дадим трагедии произойти вместе. Остановим незаконное строительство в центре города. На сегодняшний момент история вокруг ТЦ «Манеж» еще больше обросла коррупционными схемами. Судебные приставы в лице Олега Владимировича Ткаченко не только бездействуют, но и мешают исполнению решения суда. Незаконное строение, которое может рухнуть в любой момент и дальше используется под торговой площади. Судебные приставы продолжают поощрять незаконную эксплуатацию. Приставами не выведены арендаторы, не пускают строителей для демонтажа здания. Те же судебные приставы. Как долго люди будут находиться в здании, которое опасно для их здоровья и даже жизни? Когда в городе Саратове будет закон? Все эти вопросы мы задаем Олегу Владимировичу Ткаченко. Мы завалим письмами службы судебных приставов РФ. Мы будем звонить туда каждый день. Мы хотим жить по закону. Данный фильм в ближайшее время выйдет на Центральном телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова